В единичке людей немного, автобус движется по курортному проспекту в район Фабрициуса. Так что места, где расположиться артистам, было достаточно. Пассажиры, конечно, заходили в автобус немного в растерянности. Это же большая редкость, когда их встречают в транспорте патриотическими песнями. Очень непривычно. Здорово, очень поднимает настроение, дух такой, воспоминания, слезы даже наворачиваются на глаза. Пусть учатся, будут здоровыми, счастливыми. Ради них умирали наши родители и деды. Очень хорошее языке. Я сам приехал из другого маленького города. У нас такого никогда не было. Югорск в северах, Антон-Массийский округ. Оттуда очень прикольный, очень хороший. Позитив такой. Редкие не знают такие песни, как «Катюша», «Смуглянка», «День Победы», «Темная ночь». Поэтому через некоторое время, но все же начинали подпевать, как, собственно, и мы. На мнение прочь уходит ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Каждая из военных песен – это настоящий шедевр со своей жизнью и историей. В них гармоничное сочетание приятной мелодии и красивых слов, в которых заложен огромный смысл. Поднимает это настроение. Вот мы вошли в какой-то дождь, думаем, ну вот, праздником это. А они подняли настроение, конечно. Многое зависит от нас самих. Вот решил клуб авторской песни совместно с управлением городского транспорта организовать такую акцию и запели громко, убедительно, патриотично. Военная патриотическая работа должна проводиться всегда, чтобы наше молодое поколение никогда не забывало наших героев, которые подарили нам мирное небо над головой. Вот такую красивую жизнь и с каждым днем новое дыхание. Завтра песни военных лет прозвучат еще раз в самом центре Сочи. Под эти мелодии участники «Бессмертного полка» пройдут от Зимнего театра до Стеллы у парка Ривьера. Старт в 10 часов. Елена Авсейцин, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. День Победы, День Победы!